И снова здравствуйте! Программа «Горячая православная линия». Рада приветствовать всех зрителей телеканала «Няполь» и вообще всей мировой общественности. В ближайшие 30 минут снова у вас появляется возможность принять участие в душевной беседе. Хотя перед началом этой программы стоит все-таки сделать небольшую ремарку. Принять участие в «Горячей беседе». Об этом мы, конечно, сейчас поговорим. И об этом вы услышите из уст моего постоянного собеседника, священника Крымской апархии Андрей Крылов. Спасибо, Вадим. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы напоминаем, что в студии работает телефон 512-185. Его номер вы также можете писать с письма и в двух экземплярах, в том числе и в электронном, наш адрес «Линия собачка лидер.крайме.ком». Как такового названия темы нашей сегодняшней передачи нет. Она в несколько сравнительном варианте выходит, поскольку мы в ближайшие 30 минут будем строить планы на будущее и копаться во всевозможных прогнозах развития ближайших событий. И связано это прежде всего с тем, что, наверное, с этого и нужно начать. Мы хотели в прямом эфире, во-первых, пожелать, конечно же, крепчайшего здоровья предстоятелю Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, митрополиту Блаженнейшему Владимиру, который сейчас, впрочем, как и в последнее время, вообще испытывает большие проблемы со здоровьем. Желаем ему здоровья. Совершенно верно. Я присоединяюсь к вашему желанию. Но вот, что характерно, уже сейчас, миряне меня поймут, в интернете появилось огромное количество публикаций и статей. Все они так или иначе посвящены роли человека, который претендует на место митрополита и, соответственно, вектор, так сказать, церковной политики, да простится мне такой термин, на ближайшие десятилетия в нашей стране. Здесь, поэтому у нас специалисты, не я уже буду блукать в этих суждениях геополитических, хотя и геополитики мы сегодня тоже коснемся, здесь уже никак. Ну, наверное, больше поговорим о политике церковной. О политике церковной. И геополитике церковной даже. Ну, первое всего, Вадим, я присоединяюсь к вашему пожеланию. Желаю нашему блаженнейшему Владимиру крепкого здоровья, долгих лет жизни и на поприще церкви еще принести много-много плодов. И сразу хочу сказать, что нынешняя ситуация, которая сложилась сейчас у нас в церкви, она напоминает, вот знаете, когда умирает богатый дядюшка, не пожелавший оставить наследство и заявить о своем наследстве, то появляются претенденты на наследство. И каждый из них, вот, как спортсмен, уже нога на старте, и даже появляются фальстарты. Я не буду называть имен, мне недавно пришло смс-сообщение, пришло на телефон, такими словами, блаженнейший помер. Ну, я человек реалистичный, я не стал кидаться в панику. Пришел домой, включил интернет и прочитал, что такая ложь распространяется уже давно именно от тех людей, которые желают скорейшей смены, так скажем, я не хочу грубо сказать, чего не желают, но скорейшей смены власти, дабы вот в это время перемен получить какие-то свои дивиденды. Когда кто-то очень сильно желает скорейшей смены, это значит, что речь идет не только о смене человеческой, но и о смене целого курса. Ведь в стабильное время, в том числе и в церковное, вопрос бы так остро не стоял. Ну, казалось бы, курс один. В общем-то, и вот эта ситуация и побудила, наверное, меня рассказать, как бы пояснить или разобраться в этой ситуации, лучше, скорее всего, разобраться в этой ситуации, которая сейчас происходит в нашей церкви. Дело в том, что на Украине существует четыре основных православных, ну, одно не совсем православное. Да, я сразу о греко-католиках, наверное, четвертый говорит. Да, о греко-католике не совсем православных, это более католическое. То есть три – это так называемые самосвяты, автокефальная украинская православная церковь. Это самообразованное церковное образование. Мы о нем в свое время скажем, мы много раз говорили. Это так называемый Киевский патриархат под управлением Филарета Денисенко. Да, и Московский патриархат – основная каноническая церковь, которая представляет вот Украинскую православную церковь. Это основное направление православное. И вот возникает такая ситуация, что есть претенденты на митрополитическую кафедру, которые не скрывают своих взглядов, своих таких взглядов, скажем, своих интересов в той или иной области. Прежде всего, это, конечно же, наверное, отразится на судьбе церкви Московского патриархата. Дело в том, что раздаются такие смелые голоса в церковной среде о автономии украинской православной церкви. То есть уже в среде Московского патриархата. Совершенно верно. О автокефалии церкви Московского патриарха, украинской православной церкви Московского патриархата. И вот, когда я этой проблемой занялся, то огромный объем информации переработал, пересмотрел. И пришел к выводу, что не все так просто. И сама автокефалия, сама автономия, независимость также церквей, она неоднозначно приходила к разным церквям. Даже возьмем церковь, нашу русскую православную церковь, нашу, скажем, мать-церковь. В свое время, мы знаем, что это середина 15 века, когда Византия испытывала определенные трудности и в духовном плане. Это же агония была. Да, в общем-то, и в политическом также плане. То в это время Московская митрополия как раз тоже испытывала внутреннюю рядицу. Мы знаем, что готовился как раз Брестский, так скажем, собор, так называемая Брестская уния. В то время митрополитчу кафедру возглавлял митрополит Исидор, который самостоятельно отправился делегатом на вот это, так скажем, незаконное собрание. И, в общем-то, назад он уже не вернулся, потому что православные, когда узнали всей народ и духовенство, когда узнали, что за собор собирается, то, говорящий об уни, то митрополит был, собственно, и изгнан из Москвы. Был новый избран митрополит. И после этого русская митрополия разделилась на две. Первая – это литовская митрополия с подчинением Киевскому патриархату и принявшая как раз Брестскую унию. И независимая к тому времени, уже ставшая независимой, это московская митрополия, которая спустя несколько буквально лет, ну, точнее, могу сказать цифры, я в цифрах не помню цифры, через несколько лет выступила перед Константиновским патриархатом, избрав своего патриарха, выступила о законности этих действий. После определенной процедуры, то есть был собран собор, были представители всех поместных церквей, эту независимость признали. Хорошо. Мы еще обязательно перейдем сейчас к другим примерам, как это происходило в других, можно сказать, православных странах, хотя скажут некорректно, в странах, в которых с религиозной точки зрения большая часть этноса можно отнести к люду православному, я так уточнюсь. Нас же здесь, наверное, как и всех зрителей, интересует в большей части вопрос, зачем. Вот вообще формулировка «Украине нужна автономная церковь». Если эти голоса раздаются уже даже среди священников в московском патриархате, вот надобность какова? Какие цели тогда преследуются? Ну, во-первых, Вадим, смотрите, если наша страна пошла по пути независимости, вообще независимости не только от России, а независимости, то есть это самостоятельная держава, которая заявляет о себе уже более 20 лет, как самостоятельная держава. И в независимой державе, собственно, находится церковь юридической де-юра, не де-факто де-юра, относящаяся к другой державе. Говорим мы, так вот и просится сказать о раскольниках, видимо, скажу один раз, чтобы вы это уже как-то комментировали. Ну, понятно, причины де-юра де-факто раскольничество. Мы можем употреблять это слово в том случае, если, мы уже начинаем прогнозировать и предполагать, получаемая в кавычках автономия в токефале не является признанной всеми церквями. Совершенно верно. Во всяких остальных случаях? Смотрите, у нас есть мать-церковь, которая дала нам, собственно, автономию уже. То есть у нас есть том из 91-го года, который называет нашу церковь украинская православная церковь. До раскола, до того момента, до 91-го года, когда экзарх украинской православной церкви, экзарх, филиал, митрополит Филарет объявил себя патриархом без, так скажем, резолюции патриарха московского, матери церкви, вот, до этого был экзархат. Экзархат был упразднен, это, ну, то, что происходит сейчас в белорусской, это филиал, это владение, так скажем. В политике в средние века в Византии экзархатом называлась колония. Так, ну, грубое сравнение, колония Византии в какой-то стране называлась экзархатом. Там был экзарх, правитель. Замечательную идею подбрасывайте националистические круги, они очень любят говорить про колонию Москвы. Вот смотрите, поэтому Москва, поняв, что Украина идет в независимости, упразднила экзархат и сделала автономию, дала полную автономию Украинской Православной Церкви. Автономия – это первый шаг. Это первый шаг к автокефалии, да. Но автокефалия всегда подразумевает то, что в стране есть единая церковь, одна церковь, единая. И вот эта единость, единственность этой церкви и говорит о том, что государство созрело к тому, чтобы эту церковь именовать независимой автокефальной. То есть это и есть независимость. Но смотрите, как могут развиться сценарии. У нас сейчас на политической арене есть церковное образование «Киевский патриархат». На политической, потому что это не церковное, я еще раз говорю, это образование, которое было, так скажем, спонсировано государственными органами. Мы вспомним Кравчука, Ющенко. В большей степени Ющенко. В большей степени Ющенко, который поддержал Филарета. И вот здесь я хочу немножко рассказать о сербской церкви. Потому что тот сценарий, который развивался в сербской церкви более 70 лет, а это в 50-х годах это началось, даже немножко раньше, после Второй мировой войны, когда к власти пришел коммунист Иосиф Броз Тито, он почему-то, я не знаю, какие у него были причины, он сразу встал за отделение македонской церкви. Македония была в составе Югославии, да? Сербская республика, Македонская республика. Вот почему-то он встал за отделение македонской церкви от сербской церкви. В результате вот этих политических интриг получилась схизма, раскол. Но в Македонии, в городе Ахриди, была очень древняя архиепископия, то есть древняя церковь, которая именно была по домофорам сербской православной церкви. И вот Македонская церковь, уйдя в раскол, спустя некоторое время, а точнее... В 2004 году? Нет, это было в 1958 году, собрался в Ахриди собор, который провозгласил... Собрались 220 священников, мирян, которые произгласили как раз свою автономию, автономию от сербской церкви, и избрали трех епископов. Но здесь было нарушено каноническое право, потому что епископа может рукополагать только три епископа. И на соборе присутствовал всего один епископ, поэтому как бы собор не является... Нелегитимным. Нелегитимным, да. И когда другими церквями был поставлен вопрос о легитимности собора, то тогда Македонская церковь пошла на хитрость и заявила во весь голос, что она является подомофором сербской церкви, и все делала законно, то есть в лоне сербской церкви. Сербская церковь отреагировала очень положительно, как у нее появилась сестра младшая, которую надо взять, она взять под свой амафор. Спустя полгода собрался священный сенот сербской церкви, которые принимают Македонскую православную церковь в свое лоно, и тех трех епископов, которых избрал собор, они их официально канонически рукополагают, возвращают назад в Македонскую церковь, и помогают Македонской церкви осуществлять все необходимые, связанные с религиозным обрядом. Так, давайте потихонечку в 21 век переходить, потому что это немножечко подытожит Македонскую историю. Проходит 9 лет, и в 1966 году Македонская православная церковь объявляет себя независимой, и выступает с прошением перед сербской церквью даровать ей такую независимость. То есть вроде бы все канонично, ничего законного, но сербская церковь, собрав свой чечерный сенот, отказывает, на что имеет полное право, отказывает Македонской церкви в этой независимости. И тогда на защиту Македонской церкви встает власть, которая в 1967 году, после отказа в сербской церкви, собирает собор, где выбирают своего архиепископа, то есть предстоятеля церкви, которому отдают честь не только священнослужителям, но и власти. Таким образом, архидская, древнеархидская кафедра как бы теряет свое значение и как бы упраздняется. И это продолжалось очень долго. В течение года, полтора даже года, сербская церковь ждала покаяния. Покаяние наступило, и тогда сербская церковь объявила о том, что Македонская церковь является раскольнической, и они прекратили все литургическое общение, прекратили вообще всякое общение с Македонской церковью, но государство, правительство Македонии добилось своего, они создали свою церковь. Ни одна православная церковь автокефальная не признала Македонскую церковь, не признала. И власть назвали ее неканонической церковью. И чтобы закрепить окончательно и не пустить сербскую церковь в Македонию, в наше время, уже в 2004 году, был издан указ, я даже вам его зачитаю, кому интересно, декларация в поддержку Македонской православной церкви номер 07-327-1, 23 января 2004 года, в которой, цитирую, согласно, в государстве может быть лишь одна законная православная община, это неканоническая Македонская православная церковь. Даже государство признало ее неканоничность, то есть это неканоническая, то есть государство устраивает. Государству, видимо, все равно, что в неканонической церкви нет спасения. И таким образом... Это значит, что церковь политический инструмент, скорее. Просто инструмент, да. Таким образом, ну раз вышел такой указ, таким образом, ахридская кафедра сербской православной церкви стала вне закона. Хорошо, теперь давайте... Вот этот сценарий мог... Вот и да, говорить о том, что этот сценарий вы, естественно, предположительно, могли бы применить и к Украине, то есть теоретически... Совершенно верно. Теоретически в условии развития... Если бы Ющенко поддержал киевский патриархат, то и государство встало полностью на защиту, и в то время московский бы патриархат тоже закрыл лоза на действия, которые происходят на Украине, то могла бы развиться вот такая вот интрига. Сценарий бы был... Вот смотрите, как получается. Даже если, скажем, после определенных изменений, да, связанных прежде всего сейчас со здоровьем, это произойдет, то ситуация у нас не изменится и под вашей сценарий чуть-чуть не подойдет. Я объясню, почему. Сначала телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я читала труды Александра Мене и почему-то врезалась в память одна его фраза «Церковь погубит иерархии». Как вы относитесь к такой мысли гениального человека? Спасибо. Подходит вопрос. Это его личное мнение. Мы не можем воспринимать мнение отца Александра, вот, как мнение церкви. Но я хочу привести слова Кураева, очень уважительно, кстати, относившегося и к Меню, к его трудам. Мы должны понять, в какое время жил отец Александр. Он был несомненным миссионером. В то время очень тяжело было проповедовать. Мы знаем, какое это было время. И вот отец Андрей Кураев назвал его заблудившимся миссионером. Это когда миссионеры уходят в тайгу, проповедуют, проповедуют, и потихоньку начинают набирать на себя обычаи тех народов. Невольно они начинают прилипать. Он начинает под эти обычаи подстраиваться. Он подстраивается, чтобы обратить ко Христу людей. Такой миссионер подстраивается под обычай, да, под обряды тех народов, которые... И вот, войдя вдоль глубоко в тайгу, он уже не находит дороги обратно и остается там. То есть, с этими мыслями, с этим воображением. Поэтому возникают вот такие всякие... Я не знаю, я не пророк, не могу судить, что погубит церковь. Вот. Погубит наши грехи, прежде всего. Вот. Пока церковь будет до скончания века, как Господь сказал, да, будут гибнуть люди от своих грехов. А церковь будет до скончания века существовать. Ну, я, кстати, должен два момента отметить. Во-первых, священие, которое присутствует в студии, я позволю себе это сказать, также выражает, прежде всего, свое мнение, а не мнение Украинско-Порославной Церкви МП и тем более епархии Симферопольской и Крымской. По поводу иерархии все-таки отчасти могу согласиться. Так вот, мы предполагаем развитие событий, при которых все-таки на предстоятель, будучи предстоятель УПЦ попросит, потребует автокефалий. И если же это произойдет? Ну, вот смотрите, ведь это никоим образом не спасает украинских автокефалистов. Грек-католиков и так далее. Ладно. Прогнозируем македонский сценарий, когда государство вдруг решит принять закон, запрещающий иные все православные направления. Это опять-таки никак не спасает ни екефалию, ни украинского патриархата. То есть мы, получается, не видим здесь интереса как раз. Вот потому очень мудро поступал наш блаженший Владимир, который в течение 20 лет сдерживал вот эти... Многие обвиняют его в том, что он не имел такой жесткой руки, что надо было более как-то строго, жестко и с расколом поступить и так далее. Нет. А я хочу сказать наоборот. Блаженший Владимир, он очень деликатно вел вот эту и церковную политику, и государственную политику. Церковь все равно соприкасается с государственными органами. И он вот этот баланс в течение 20 лет выдержал. То есть не получилось, раскол не увеличился. Вот много священников из Киевского патриархата вернулось в лоно матери церкви Московского патриархата. То есть осознали вот свой грех раскола и так далее. И вообще так ситуация более-менее стабильная у нас. То есть таких противостояний сильных нет, которые были, вспомните, 92-93 год, когда на Западной Украине избивали наших священников, гоняли из храмов и так далее. Сейчас это более-менее все стабильно. Но я хочу сказать другое, что в том-то и дело, что Московский патриархат, руководство Московской церкви, в частности в лице патриарха Кирилла, выступает осторожно. То есть сейчас в Украине такая ситуация, что автокефалия не нужна, она опасна. Во-первых, две причины. Кому дать? Какой церкви? Есть каноническая церковь, да, Московский патриархат. Что делать с КП? Да, это юридическое образование. Но есть люди, мы должны говорить еще и о людях. Естественно. Потому что бабушка, которая живет в каком-нибудь Бараковчине в селе, она не понимает. Она ходила, цепоп, е-поп, и я причащаюсь, исповедуюсь, и я спасаюсь. А что там творится в верхах? Бояре дерутся, у холопа лбы трещат. То есть ей все равно. Вот как быть с такими? Куда девать паству? Что делать? Это раз. Второе. Что быть с автокефальной церквью? Которая сама себя провозгласила в 18-м году, после Октябрьской революции. И, если я не ошибаюсь, Симон Петлюра способствовал образованию. Ну понятно. В общем, когда в стране проблема. Да, когда в стране проблема. То есть на этой волне. Потом ее поддержали, опять же, обновленцы, которые создали КГБ, ГПУ тогда. ГПУ создала вот эту церковь обновленческую. Они поддержали эту кефаль. Потом она развалилась. Потом, когда Гитлер аннексировал Украину, немецкие власти опять поддержали вот эту автокефальную церковь. И так далее и тому подобное. То есть куда их девать? Они не захотят. Они не захотят воссоединяться. Это 100%. То есть воссоединение возможно при каких условиях? Возможно, при покаянии. То есть... То есть в любом случае надо будет признать, что кто-то неправ. Что я неправ. Я неправ. Простите меня, я грешен. А допустим, Али, что патриарх Кирилл, мы предполагаем сегодня, может отдать эту кефалию Филарету? Нет, никак. Филарет, церковь Киевского патриарха, так называемая, не признана ни одной церковью в мире. То есть ее для церкви не существует. Церковь – это тело Христово. Разве Христа можно разорвать? Вот я оторву у вас руку. Вот рука – это Вадим. Это не Вадим. Человек – это и есть целостный. Потому что если какой-то орган отнять, это уже не человек, это орган, который мертвый. Поэтому церковь, она неделима, она целая. С точки зрения медицины, без некоторых органов все-таки можно жить. Ну, человек будет жить и живет, но сам орган не больше. Кстати, очень часто спрашивают меня, и просят спросить у вас. Вот спросите у батюшки, что же на самом деле плохого-то такого, чего вот Москва не отпускает нас? В чем проблема? Что же так? Вот ходят люди в церковь действительно, и вообще звучат на доводы такие, вот, мол, на Западной Украине, и в храмах как-то повежливее батюшки, и просить, что употребляют слово цена, и сорока уст стоит дешевле заказать. Почему Москва вот упирается? Нет, это не проблема Москвы, проблема наша, внутренняя, что у нас еще здесь очень много разногласий. Даже в Москве, даже в Москве, уже, я имею в Москве как Московской церкви, уже ведутся переговоры со старообрячеством, чтобы вернуть их обратно. И то поповское старообрячество, которое сохранило вот эту преемственность, оно готово соединиться. Есть беспоповцы, которые сказали, все, после портопопа Аввакума уже нет попов, все, нить прервалась, теперь мы будем беспопов молиться, причащаться сами. С ними тяжелее. Они не как они, это уже ересь, это не просто раскол, ересь. А вот те, которые ушли в раскол в связи с нововведениями Никона, с его реформами, патриарха Никона, те уже ведутся идеологией, и, в общем-то, они готовы на более конкретный диалог. В России нет этих проблем. На Украине, еще раз говорю, очень большие проблемы. Посмотрите, сколько церковных образований. Православных церковных образований. А в случае, посмотрите, сколько может расколоться. Например, и в самой православной среде, ну, конечно, есть люди, которые импонируют русской православной церкви и считают себя русскими. Посмотрите, сколько русскоязычных. То есть они, грубо говоря, в случае подобного развития сценария встанут, скажут, я ухожу. То, как поступила финская православная церковь. В 1918 году, когда Российская империя рухнула, то она объявила себя автономной. Самостоятельно объявила. И патриарх Тихон в 1921 году дал им эту автономию. Зачем производить конфликты, когда и так конфликтов хватает? Еще и церковь будет ругаться. А после этого прошел год, по-моему, и финская церковь выступила при Киевском... Ну, понятно, нужно юридический срок для того, чтобы это предоставить. Совершенно верно. Не будем забывать о том, часто слово «политика» звучало в нашей программе, что, безусловно, это имеет огромное влияние на политические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Совершенно верно. И вот здесь важно понимать, и задам, может быть, неудобный вопрос. Если это действительно кому-то выгодно и удобно, определенное нагнетание получения выгоды из тех или иных конфликтов между государствами, то не является ли подобное опасение возможностью политического влияния на развитие ситуации? Вадим, прежде всего, вообще политику лучше не трогать. Церковь, мы можем говорить о церковной политике, ставить какие-то прогнозы. А что касается государственной политики, тут уже пусть соответствующие власти, соответствующие структуры делают какие-то свои прогнозы. Мы не имеем просто этого права. Церковь отделена от государства. Мы не вмешиваемся в дела государства. Государство старается... Да, мы только что говорили о том, что и в Македонии до определенного времени не вмешивались, а потом закон приняли. Это же все очень быстро меняется, вы сами понимаете. В Гриции она вообще государственная и хорошо. И в Румынии тоже. Да, и в Румынии. И мы имеем, так сказать, разный комплект проблем. Что делать людям? Это самый главный вопрос. У нас осталось мало времени. Ведь часто говорят, ну вот, куда идти? В общем, людям, нашим прихожанам, нашей пастве, я хочу сказать так, что у нас есть один патриарх, и решение патриарха, которое он принимает, это для нас закон. Решение, которое принял в отношении к сестре церкви, так скажем, это для нас закон. Поэтому мы это решение принимаем. Но прежде всего я хочу обратиться ко всем православным христианам. В случае каких-то катаклизмов, помните, что есть каноническая церковь, и только в ней спасение. Да, у меня еще было бы много вопросов о том, как вести все прихожанам, если вдруг все-таки УПЦ получат автокефалию, но не все церкви это примут и так далее. Ну, давайте все это досужить. Домыслы мы оставим. На этом будем нашу программу завершать. Тем более остается буквально 20-30 секунд. Вам большое спасибо за ответы. Еще раз хотел пожелать здоровья нашему Владимиру Владимиру. И вас поздравить с вашим профессиональным праздником, телевидением. 16 ноября, да, действительно. Ну, вот все, поздравили. Я тогда молчу, молчу. Священник Крымской епархии Андрей Каллов. Спасибо, Вадим. До скорых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Желаю удачи. Будьте мужественны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова